Приветствую вас, дорогие друзья, на Добром канале! В Хабаровске Следственный комитет и ФСБ не поделили между собой сомнительные лавры победы над верующими. Теперь Станислава Тима и Николая Поливодова за одинаковые религиозные действия судят одновременно в индустриальном и железнодорожном судах города по статьям 282.2.1 и 282.2.2 УК РФ. 10 ноября 2019 года исполняется ровно год с тех пор, как более 50 жителей Хабаровска собрались в арендованном кафе на дружескую вечеринку. Эта встреча не была религиозным собранием. Люди планировали вместе пообщаться, насладиться угощениями и развлекательной программой. Вскоре после начала встречи в кафе ворвались несколько десятков бойцов ОМОН. За их спиной стояли следователи Следственного комитета. Эти события положили начало уголовному преследованию шестерых верующих. Последствием оказались Николай Поливодов, Станислав Тим, супруги Виталий и Татьяна Жук, Светлана Седова и 70-летняя Майя Карпушкина. Троих мужчин посадили в СИЗО, а женщин отправили под домашний арест. Один сейчас под подпиской о невыезде. С женщин взята подписка о невыезде. Всем шестерым вменяются различные части экстремистской 282 статьи Уголовного кодекса России. Экстремизмом следователи считают не реальные уголовные преступления, а веру в Бога и Иегову и встречи с единоверцами, в том числе и дружественские вечеринки. Спустя полгода Хабаровская ОФСБ со своей стороны тоже возбудила уголовное дело за веру в отношении 49-летнего Николая Поливодова и 51-летнего Станислава Тима. Из-за бездушного отношения представителей власти верующие и их семьи теперь вынуждены несправедливо страдать вдвойне. 51-летний Станислав Тим, бывший эксперт-криминалист, много лет проработавший в структуре МВД и наркоконтроля. За это время он удостоился наград и благодарностей. Ранее Станислав наблюдал изнутри, как работает правоохранительная система. Теперь же стал ее жертвой. У Станислава двое детей, один из которых сын инвалид с детства. Теперь из-за уголовного преследования у него самого пошатнулось здоровье. Обострились хронические заболевания. Избранная мера пресечения и запреты не позволяют ему приобрести предметы первой необходимости. Поскольку его жена не работает, им приходится сводить концы с концами. Все это очень сильно сказывается на психоэмоциональном состоянии Станислава, рассказал адвокат Артур Ганин, оказывающий помощь Станиславу Тиму. Жизнь 49-летнего электрика Николая Поливодова также резко изменилась. Хотя пока он и на свободе, он провел 66 дней в СИЗО, номер один по Хабаровскому краю. 201 день под домашним арестом. Николай серьезно переживает за своего маленького сына, жену, поскольку не знает, какой будет приговор. Сможет ли он обеспечивать семью, быть поддержкой и опорой для жены, воспитывать сына и участвовать в его жизни. В данный момент он не в состоянии в полной мере трудиться и зарабатывать на жизнь, рассказали друзья семьи. Уникальность ситуации Станислава Тима и Николая Поливодова в том, что они проходят обвиняемыми сразу по двум уголовным делам. Первое возбуждено на основе обвинения в организации деятельности запрещенной экстремистской организации, часть 1 статьи 282.2 УК РФ. Второе на основе обвинения в участии в ней, часть 2 статьи 282.2 УК РФ. Следователи не объединяют дела в единое производство, как это обычно случается. Значит, законопослушным россиянам грозит два уголовных наказания. Сейчас же они вынуждены ходить сразу на два судебных процесса в разные райсуды Хабаровска – индустриальный и железнодорожный. Изначально два уголовных дела расследовали разные следственные органы – Следственный комитет и ФСБ. Последняя усмотрела основания для объединения уголовного дела и для этого передала документы прокурору Хабаровска. Но прокуратура отправила дело в СКР, как есть. Главная причина таких решений – нежелание судов и прокуратуры вникнуть в суть дела. К сожалению, для судебной системы формализм выше ценностей и принципов уголовно-процессуального закона, полагает Артур Ганин. По словам Ганина, верующих очень сложно защищать, особенно Поливодова, у которого нет юридического образования. Это нарушение прав подсудимого на защиту, поскольку он не адвокат, ему трудно одновременно подготовиться к нескольким судам. Конечно, сама по себе ситуация является элементом давления. Во-первых, подсудимые видят, какой формализм присущ в судебной системе. Во-вторых, если суд не хочет разбираться в очевидных вещах и встать на защиту их прав, возникает большой вопрос, насколько он вообще будет справедлив. Делится Артур Ганин. В настоящее время Станислав Тим находится под домашним арестом. Принято считать эту меру пресечения мягкой. Однако, как поясняют верующие, которые были или находятся под домашним судебным ограничением, оно доставляет массу неудобств, в основном из-за атмосферы страха, созданной стараниями правоохранительных органов. Многие семьи опасаются, что у них дома стоят прослушки, устройства для скрытого аудио и видеонаблюдения. Такие опасения не безосновательны. Слежка и тайная прослушка верующих не раз предшествовали арестам. Были случаи, когда жители квартир сами обнаруживали подслушивающее устройство. Иногда рассказами о прослушках запудивают сами следователи. В некоторых случаях они демонстрируют, что знают о семье все. Порой пересказывают какие-то фразы, воспроизводят диалоги. То есть ясно, что в спальне была установлена камера и прослушка, говорит Артур Ганин. По словам юриста, скрытая аппаратура устанавливается с целью изобличения в молитвах и чтении Библии, что, по мнению правоохранителей, является экстремистской деятельностью, а значит суд может избрать более строгую меру пресечения. Люди понимают, что соблюдение права на тайну личной жизни, семейную тайну, неприкосновенность жилища в отношении них стерты, подытожил Ганин. Дело шестерых хабаровчан – это очередной факт преследования религиозных меньшинств в России. В продолжении этого видео предлагаю коротко познакомиться с биографиями свидетелей Говы фигурантов уголовных преследований в Хабаровске. Майя Карпушкина Майя родилась в 1949 году в селе Анучино Приморского края. Ее родителей уже нет в живых, но есть сестра, которая младше на два года. Майя росла активной и общительной, любила танцы и занималась в ансамбле. Майя окончила Спасское педагогическое училище и получила специальность преподавателя начальных классов. После учебы по направлению уехала в Хабаровск и осталась жить в этом городе. Почти всю жизнь Майя работала по специальности. В последнее время, выйдя на пенсию, устроилась продавцом в хлебном теоске. У нее есть огород, где она не только выращивает овощи, но и с удовольствием занимается разведением цветов. А еще помогает с воспитанием внуков и правнука. С мужем знакома еще со школьной скамьей. Он был ее одноклассником. В семье трое детей, сын и две дочери. Сейчас они выросли, живут со своими семьями отдельно. Майя единственная в семье, кто серьезно относится к Библии и ее заповедям. Мне очень понравилось, что люди, которые общались со мной на духовной теме, хорошо знали Священное Писание. А главное, сами придерживались библейских учений в своей жизни, вспоминает Майя. Прожив достойную жизнь, она никогда не могла представить, что ее запишут в экстремисты просто из-за веры в Бога. Светлана Седова Светлана родилась в 1969 году в Комсоморске-на-Амуре. У нее есть младший брат. Отец умер, когда Светлане было всего 3 года. Мать она потеряла в 14-летнем возрасте. Столь ранее смерть обоих родителей не сломила девушку. Сразу после школы она пошла работать на швейную фабрику и спустя 3 года считалась лучшей молодой рабочей. Позже занималась уборкой офисов, освоила навыки домработницы. Еще в подростковом возрасте Светлана пришла к осознанию того, что наша планета и Вселенная должны иметь разумного творца. Рано ушел из жизни муж Светланы, но она не отчаивалась из-за очередной смерти близкого человека. В одиночку вырастила двух сыновей и дочь. Старшая дочь Юлия работает парикмахером и хорошо рисует портреты. Сыновья, подростки любят кататься на велосипедах. Нередко вся семья может отправиться в путешествие и радоваться совместному общению. Любимое хобби Светланы – разведение цветов. Детей Светланы очень тревожит ее уголовное преследование за веру. Ее брат, не разделяющий ее религиозные взгляды, силится понять, что происходит, за что преследует порядочных людей. Недоумевает он. Татьяна Жук Татьяна родилась в 1973 году в Хабаровске. У нее есть старший брат. В детстве занималась баскетболом и музыкой. Играла на аккордеоне и балалайке. Окончив школу и педагогическое училище, работала воспитателем детского сада. Позже освоила профессию домработницы. В 19-летнем возрасте Татьяна живо заинтересовалась Библией. Ее маму это начало беспокоить. Но когда она увидела, что библейское образование влияет на дочь благотворно, она осмягчила отношение к ее выбору. «Это то, что помогло мне заполнить пустоту», – говорит Татьяна. «Библия помогла найти ответы на все волновавшие меня вопросы». Всю жизнь Татьяна прожила в родном Хабаровске. Здесь же встретила будущего мужа Виталия, газоэлектросварщика по профессии. Супруди воспитали дочерей Дину и Полину. Обе они работают в сфере общественного питания. А Полина с отличием окончила технологический колледж. Вся семья любит проводить время на природе. Татьяна по-прежнему не представляет себя без музыки и самостоятельно осваивает гитару. Родные и близкие супругов Жук не могут понять, за что их преследуют и считают происходящее полным абсурдом. Виталий Жук. Виталий Жук родился в 1972 году в Хабаровске, но детство провел в селе Краснореченское Хабаровский край. В семье было пять детей, из которых Виталий был третьим. С 17 лет и до самого ареста работал сварщиком. И во всех рабочих коллективах его всегда ценили за опыт и ответственность. Женат, имеет двух дочерей, как мы уже сказали. Когда Виталию было около 20 лет, он сильно заболел и попал в больницу. Вскоре после этого начал серьезно задумываться о смысле жизни. Духовные поиски привели его к изучению Библии, где он открыл для себя разумные ответы на вопросы. С тех пор служение Богу играет важную роль в жизни Виталия. Родственники Виталия знают его как доброго, скромного и отзывчивого человека. Они видят, что изучение Библии благотворно влияет на всю его семью и не могут понять, почему он находился за решеткой. Родственники и знакомые Виталия искренне надеются, что абсурдные обвинения в экстремизме будут с него сняты. Станислав Тим. Родился в Хабаровске в 1968 году. В детстве любил петь, играть в шахматы и шашки, участвовал в соревнованиях, имеет спортивные достижения. Получил высшее юридическое образование и много лет проработал экспертом-криминалистом в структурах МВД. Зарекомендовал себя как честный и ответственный работник, имеет многочисленные награды и благодарности. Станислав воспитывает двух детей, один из которых инвалид с детства. В 2008 году женился на Олесе, которая увлекается фотографией и видео, ведет кулинарный блог. У этой семьи много друзей, они любят проводить время на природе. Олеся, а также родные и близкие Станислава, не разделяющие его убеждений, не могут понять причину его уголовного преследования. Для них в высшей мере странно, что честный и порядочный человек вынужден был находиться за решеткой. Николай Поливодов. Родился в 1970 году в нерелигиозной семье. В детстве любил читать, особенно книги по истории. После окончания школы получил образование электрикой и долго работал по профессии. Считал себя убежденным атеистом, но живо интересовался вопросами бытия. Однажды он узнал из школьного друга, что существуют неопровержимые доказательства существования Бога и достоверности Библии. Вдумчивое чтение этой книги побудило его пересмотреть свою жизнь, оставить вредные привычки и посвятить свою жизнь служению Богу. Это произошло в 1995 году. Тогда же он женился на Татьяне, которая работала учительницей, и у них родился сын. Николай и Татьяна любят петь под гитару, заниматься спортом на открытом воздухе, путешествовать. Николая знают как доброго и отзывчивого человека, всегда готового помочь словом и делом. Его арест стал настоящим потрясением не только для семьи, но и для знакомых и коллег по работе, не разделяющих его христианские убеждения. Они не могут понять, что экстремистского он совершил. Будем следить на нашем канале за дальнейшим ходом этих судебных процессов против верующих из Хабаровска. До новых встреч!